Приветствую вас! Здесь на самом деле такая история, такая история, что если мужчина признает факт наличия у него проблем, вот, то вам на самом деле, как правильно сказали мои коллеги, делать ничего не надо, потому что это его проблемы, решать свои проблемы он должен сам. Вот, брендов на самом деле два, либо мужчина что-то делает в этой ситуации, как бы решает свои проблемы, либо нет, либо он ничего не делает, и вы понимаете, как бы, что работать он над собой не готов, и, соответственно, сделать с ним, ну, что можно сделать, да, то есть, как бы, человека не доставить, вот. То есть, сам по себе, ну, фур-фитиш, ну, это, я бы не назвал это отклонением, прям, таким, таким, серьезным, это просто, вот, человек, ну, да, если, конечно, копать глубоко, да, там, можно найти причины этого, да, там, в детстве, там, ощущение небезопасности, да, желание, это желание, даже, для того, чтобы, желание подчиняться, ну, вот, да, то все-таки все-таки можно найти, все-таки посмотрим, но, имеет ли это смысл? Ну, вот, имеет ли это смысл? А, мне кажется, что не имеет, потому что, ну, а зачем, да, если ему нравится, вы не против, все, конечно, все лучше, кажется, было бы лучше, если бы вам тоже нравилось, если бы я тоже, от этого поначели, это было бы, конечно, лучше, наверное, тогда, может быть, мужчина не хотел бы привлекать, другую женщину, женщину, для этого, но, раз так вышел, да, то так вышел, вот, другое дело, что мужчина, видите, не хочет заниматься сексом, да, предпочитает, как бы, мастурбация, это, конечно, вот, куда более серьезно, да, потому что, получается, что вы неудовлетворены, вот, и здесь, опять же, вот, вы пишите, что вам нужен секс, а не мастурбация, но, ммм, как сказать, вы удовольствие получить не можете от мастурбации, или у вас просто какое-то убеждение, что это должен быть секс-секс, потому что, в личной жизни людей, не должно быть, на мой взгляд, каких-то ограничений, да, то есть, если мужчине не нравится мастурбация, то будет он не заниматься, проблем нет. А если вам, если, ну, если мы доставляем удовольствие, да, вот, и вопрос, ключевая в том, что вам доставляет удовольствие, то есть, есть, как бы, ну, такие женщины, которые не могут, допустим, получить оргазм, да, никаким иным способом, кроме вагинальным, да, т.е., как бы, ну, с проникновением, вот. Но есть женщины, которые могут получить орган, там, от, э, ласки, например, груди, вот. Такие женщины есть. И весь вопрос включается в том, что именно вам заставляет удовольствие. То есть, знаете, если вы хотите секса просто типа, что бы он у меня должен быть, то это уже ваши стереотипы, это уже ваши какие-то ограничения в мышлении. Если вам действительно нужно для получения наслаждения, для получения оргазма, то об этом нужно мужчине заявлять, вот и всё. То есть, проблем на самом деле две. Первая проблема это то, что мужчина хочет привлечь женщину в другую. Ваш секс с ним для футфитера. Это проблема, потому что третье лицо очень драматично для пары. Вот. И вторая проблема заключается в том, что вот он любит менструироваться, а не так. Вот на этих двух проблемах пока сфокусировались. То есть, он любит, окей, он любит тот, и он любит, что любите вы, заявите ему об этом, и как бы, ну, просто, конечно, я хочу вот, чтобы получать оргазм, да, так же, как, например, ты это делаешь. Всё. По сути. Вот. Что касается его желания привлечь другую женщину, это, конечно, требует разбора, потому что, как показывает практика, привлечение третьего лица очень часто негативно влияет на будущая пара. Вот. Поэтому, тут, как бы, ну, действительно, не работает. Вот. Вы говорите, что ваш муж признаёт, что у него много психологических проблем, но и вы пишите, что я не знаю, что с этим делать. Вот почему вы должны с этим что-то делать? Ну, это, честно, для меня загадка. Почему вы должны что-то делать с этим? Вы, а не муж, то есть, вы его, что хотите, получается, спасти сейчас, вы его хотите, что, вылечить, вы хотите ему помочь, вот, не надо, он так никогда свои проблемы не решит, не решит, потому что, будет знать, что вы всегда рядом, что вы всегда поможете и, как бы, ничего из этого не получится, адекватного. Поэтому, смотрите, смотрите, вам всего проблемы, делать ничего не надо, брат, это его проблемы, а не ваш. В некоторой степени вашей проблемой является то, что вы сами выбрали этого мужчину, что вы сами с ним в отношения вступили, что, как бы, ну, что вас не смутили, не смутили его особенные сексуальные предпочтения, да, и вы, как бы, сделали на себя ответственность, выслили за него замуж и так далее. Вот. Здесь, конечно, нужно исследовать ваши отношения, нужно исследовать, когда начались проблемы, когда вы стали замечать проблемы, вот, ну, и, собственно, как не были ваши действия. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Здесь ключевая история в том, что, если мастурбация является, в общем-то, сексуальным сценарием, и, в целом, это не то, чтобы нормально, но это более-менее жизнеспособно, да. В том смысле, что, вот, ну, у него, вот, вот у него такой сексуальный сценарий, да, а у вас, там, грубо говоря, другой сексуальный сценарий. Вот. То, вот, в том, что ему нужны, нужны, там, условно говоря, уже другие, другой объект выделения, да, это говорит о том, что мужчина пытается решать какую-то свою проблему, другую проблему. Так что, пусть обращается, за помощью, хотя бы сюда, вот, на ресурс, вот, мы ему поможем, мы ему поможем. Мы поможем и скорректируем. Но, имейте в виду, имейте в виду, что результат может быть неожиданный, самый неожиданный, вот. В том смысле, что, что человек в себе найдет, что человек в себе откроет, это неизвестно, вот. Такая вот история. А вот на этом, в принципе, я думаю, можно закончить. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их фличку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!